Спросите, вы бы спрашивали, а теперь молчите. Все смотрят на вас? Нет. А может совершенно не против? А как вы стали познакомиться? Умните! Законяйте, а вы это как-то? Нет, это все не имеет значения. Не имеет значения, что она была та артистка, которая хотела встретиться со мной на площадке. И она сделала все для того, чтобы я придумал пьесу. И несмотря на то, что в Киеве тогда было жутко холодно, и в том помещении, где мы репетировали, была температура минус 30. Так вспоминается на лицо. Да, да, это дом культуры какой-то. Я-то помню какой-то. Я вспоминаю. Не было жалко. Ужасно совершенно. Невозможно. Архиеса фантастическая английская драматурга. Прекрасная. И то безумие, которое происходило, оно согревало пространство. И ты не замечал, что ты находишься в таком холоде. Это мне напоминало, как у Данте, конец нашего мира, стикс, только лед, нет никакого ветра, полная тишина. Ничего не движется, только мысли внутри. И вот отрепетировав там, в этом пространстве, я слег, по-моему, на две недели с температурой жуткой. Потому что, когда я оттуда вышел и приехал уже сюда, началось нехорошее. Но я не жалею. Я помню ту половину, а не болезнь. У меня вопрос. Пожалуйста. Скажите, а вот работа Татьяна, эти портреты, удивительно интенсивны. И они просто пространство как бы прям вот спущают перед собой. Совершенно верно. Ну, понимаете, мы уже два сумасшествия встретились. Если бы одно сумасшествие, а артисты те же, они такие же безумцы. Придите на спектакль и поймете, что сегодня пробить ту пустоту и тот цинизм, который вокруг, ничем другим нельзя, не добротой. Доброта для них это улыбка, это прошлое. Цинично отбрасываемая воля к возвышенному для них вызывает два этих слова усмешку. А безумие заставляет их хотя бы вздрогнуть и подумать, о-о-о, тут что-то нехорошее. И пока они расшифровывают, в чем сила безумия, уже спектакль заканчивается. И мы приступаем к другой работе. По-другому сегодня выжить – это не то слово, а осуществить свое назначение вопреки тому, что вокруг, поверьте, невозможно. Да? Потому что, если… Простите, я два слова только скажу. Понимаете, когда-то там, в 17 веке, когда главное было религиозное начало, и была иконопись. И тогда был это иконоцентризм, был Рублев. Потом пришли Достоевский и Пушкин. И тогда начался литература-центризм. И в начале этого человека, я говорю, человека, как живого существа, начался другой период. Я его называю шоуцентризм. Это когда на место поэта пришли модельеры, парикмахеры, но не поэты. Потому что поэт пришел уцентризм. Никому не нужен. И даже безумный поэт, если появится, а он был в 19 веке в Германии, он с моста прыгнул и навсегда погиб. Это один из великих поэтов, которого Бродский считал, что на этом закончился век поэзии. Вот тот поэт закончил это самоубийство. И сегодня все те поэты, которые тоже ушли, последняя Ахмадуя. Все. И на этом месте парикмахер Зверев торжествует во всех чудовищных вот таких обличьях. Вот ты бы его изобразила по памяти. Даже не надо по... не смотри даже на него. Я тебе расскажу его черты. А ты по моему рассказу и дай набросок. И я ему подарю его мастерской. Так вот сегодня при шоу-центризме, вы это знаете, когда массовая культура поглотила все. И то, что вы вот здесь находите, в этом уголке Москвы, в центре, к счастью, возможность представить эту волю к возвышенному, не издеваясь. И не приглашаете тех, которые цинично относятся к этим двум словам. Воля! К возвышенному. Поэтому я желаю, чтобы вы под видом карнавала, потому что карнавал, я когда-то стал служанкой Жанна Жанель, когда это вообще подумать нельзя было, чтобы этот человек мог быть в советской стране. Никогда! Никогда! Потому что главный идеолог, вообще не зная, кто этот Жанель, откуда, какая страна, этот дохлый был Суслов, который уже был мой швкелет, он только буквы, когда слышал ЖЕ, ему казалось, что это угроза советской власти. И вот я, безумец, пришел в театр «Сатирикон». Кстати, до этого Аркадий Исаакович был на одном моем спектакле, который я делал с Хазаном. Это был такой религиозный спектакль. И он сказал, я всю жизнь мечтал сыграть в такой религиозной атмосфере. «Приди, когда театр будет уже отремонтирован, и поставь, что ты захочешь». И он умер. И я пришел и сказал, Костя, папа сказал, смей его слышать и сейчас. Я начал читать эту пьесу, он ничего не понимал, только смотрел и думал, как отказаться. Все. Потому что безумие этого он не ощутил, потому что он воспитан был в советской системе. Я закончил, он сказал, я ничего не понял. Я говорю, тем лучше. Я говорю, папа, вот нас сейчас слышит, я завтра начинаю репетировать. И он от моего безумия и уверенности, что так должно быть. И когда мы играли первый спектакль, ну, во-первых, они жили в театре. Было мое условие, что выходить нельзя, что с утра до ночи, тренинг, все что угодно. Они жили. Сожительницы приходили, они опускали веревки, они там еду им на веревках, они поднимали. И их не видели два месяца. А мы репетировали целыми днями, целыми ночами. И вот когда была премьера, а я никогда не знаю, что между ними происходит, они уже между собой сказали. Ну вот, черт с идиотом этим. Мы сыграем один раз. И все. И избавимся. И вот этот день наступил. Утро было. Вся театральная Москва была в саде. Вся. И вот они играют. Тишина фантастическая. Потому что в зале такие же, кто первый раз видит совершенно не ту структуру, которой они привыкли. В конце реквием. Моцарт отзвучал часть День гнева. Тишина. Они стоят. И я вижу, они между собой что-то глазами друг другу намекают. Что вот оно. Простите за слово. Пиздец. И вдруг. Зал начинает. Не аплодисменты. А вой. Крик обрал. Все. И вот 30 лет. Мы объездили, что-то, 30, чем-то стран. И даже в таких странах, странах, Венесуэла, я даже не знал, что там это есть. Чабес. Сейчас только я вспомнил недавно совершенно. И другие. Когда мы играли три раза в день. Последние мы начинали играть в 12 часов ночи. Первый канал это снял и показал. Когда на улице толпа, 4 тысячи залп переполнен, и в финале, в половине четвертого утра, те, кто стояли на улицу, врываются в этот зал, бросаются на сцену, снимают в себя цепи, кольца, бумажки бросают. Артисты быстро подбирают, чтобы быстрее ничего не пропало. Я себе только думаю, боже, что же мне никто ничего не бросил. Хоть бы один какой-то кусочек. Я шучу. Но это было. И вот столько лет мы это играем. Вот 21-го опять играем. Я не знаю. Вот это безумие и держит нас. И вы знаете, есть вот это, то, что по всему миру. Есть вот эта эмоциональная частица мира. Вот они все здесь. Те, кто видит сердце. Это самое главное. И эту живопись надо видеть своими незамутненными сердцами. Я желаю, чтобы на вашем карнавале постоянно были эти незамутненные сердца. Ой, я так хорошо сказал. АПЛОДИСМЕНТЫ